Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас я его скопирую еще раз, а пока скопирую вам информацию о трех следующих вебинарах, которые будут проходить уже на следующей неделе. У нас один перенос, причем перенос вебинара достаточно нестандартный, об этом я сейчас скажу. Во вторник, 15 числа, у нас будет вебинар Константина Николаевича Костюка, генерального директора компании Директ Медиа. Будет называться «Цифровая революция и электронные медиа. Как меняется наш мир». Я надеюсь, что Константин Николаевич успеет вернуться из зарубежной поездки и нормально проведет этот вебинар. Если же нет, то мы его немножко перенесем в пределах мая. Но надеюсь, что все будет хорошо. Второй вебинар – это вебинар, перенесенный по большой просьбе Марины Орешко. Состоится он в нестандартное время, 16 числа. Он должен был проходить завтра, но у Марины никак не получается совместить с работой. И поэтому мы пришли к такому компромиссу, чтобы оставить ее вебинар в пределах мая. Нам пришлось перенести его на среду, 16 число, и провести вечером в 20.00 по московскому времени. Я понимаю, что время не всем удобно, но в любом случае запись будет доступна. И те, кто не смогут прийти в это время, посмотрят ее. Надеюсь, как всегда, замечательный вебинар в записи. Ну и третий вебинар, 17-го... Это, если не изменяет память, четверг, 17-го мая, проведет Дмитрий Кречман. Это вебинар из цикла вебинаров компании «Гиперметод», чьим руководителем Дмитрий является. И будет называться вебинар «Автоматизируем управление учебным центром и повышением квалификации планирования очного и дистанционного обучения». Ну, а теперь я еще раз продублирую ту фразу нашу стандартную, которую я обычно даю в самом начале вебинара. И хочу обратить ваше внимание, а особенно тех, кто впервые на нашем вебинаре, прошу прощения не обижаться тех, кто постоянно вынужден выслушивать эту фразу перед каждым вебинаром, потому что на каждом вебинаре у нас до 20% совершенно новых слушателей, которые никогда в Директ-Академии не были. Итак, первая ссылка ведет на наше расписание вебинаров до конца нашего учебного года. Уже не так много осталось, но, тем не менее, это до конца июня. И на каждый из этих вебинаров можно записаться посредством нашего интерактивного расписания. А, ну и вторая запись отвечает на вопрос, где хранятся записи наших вебинаров, будет ли вестись запись этого вебинара. Да, она уже ведется и будет помещена вот сюда, на наш видеоканал на YouTube. Подписывайтесь на него и будете всегда иметь информацию о нас. Ну и последняя информация из новых сообщений от Директ-Академии, которые мы хотели бы вам новость сообщить. Возможно, вы уже получили это по рассылке. Мы создаем для вас, в основном это для вузов, для учебных центров, юридических лиц, других юридических лиц, вот такие вот курсы. Пока их 4 курса, в ближайшее время мы их расширим до 8. К осени, я думаю, их будет еще больше. Вот, эти курсы мы готовы предложить юридическим лицам, а некоторые курсы и физическим лицам тоже. По поводу юридических лиц можете сразу запросить договор. По поводу физических лиц задавайте в форме вопросы авторам курсов, они вам ответят, где и когда это будет проводиться в ближайшее время. Вот, ну все, у меня уже совсем все. Я потратил много времени вашего вот вебинара, ну и объявлений было сегодня достаточно много. Вот, поэтому я приглашаю, наконец, Татьяну Телегину, для того, чтобы провести сегодняшний вебинар. Всего вам доброго, до конца вебинара. Спасибо, Павел Юрьевич. Добрый день, уважаемые коллеги. Ну вот, заканчивали апрель перед майскими праздниками нашим вебинаром, один из последних, и начинаем после праздничную неделю, после праздничной дни тоже с нашей встречи. Рад приветствовать всех, кто сегодня пришел на наш вебинар, на нашу встречу. Мы продолжаем наш цикл «Библиография для небиблиографов», и сегодня будем с вами говорить о библиографическом поиске, об информационном поиске. У нас будет две встречи на эту тему сегодня, и, если не изменяет мне память, 25 мая, где-то, да, в 20-х числах. Там мы будем говорить уже о более практических вещах и о поиске с помощью ресурсов и сервисов интернет, электронных каталогов и прочее. То есть вот эта вторая часть, которая у нас предстоит, она будет более практическая, поэтому сегодня так для разгона будем немножко побольше поговорим. И для начала, коллеги, давайте проверим связь, хорошо ли видно, слышно, видно ли рабочий стол. Поставьте, пожалуйста, плюсики по традиции. Ага, спасибо, спасибо. Значит, по звуку. Спасибо, коллеги. По звуку. Если тихо, попробуйте в своих настройках увеличить звук, потому что здесь у нас вроде уже выставляла по максимуму, иначе будет фонить. По поводу презентации. В ресурсы презентацию я вам выложила, скачать ее можно. Ага, спасибо, Павел Юрьевич. Поэтому презентацию можно уже скачать, она выложена, по-моему, в открытом доступе. Я ее вам, да, открыла, есть. Запись будет по поводу сертификатов. Пожалуйста, все вопросы во вкладочку «Вопросы». Ну и если будут возникать по ходу какие-то вопросы по теме нашей сегодняшней встречи, большая просьба тоже размещать во вкладочку «Вопросы» в нашем чате, не в общий чат, а в «Вопросы». Потому что в общем чате они могут просто потеряться, и не обижайтесь, если на какой-то вопрос можно пролистать, не заметить, не ответить. Ну, по регламенту у нас вроде бы все. С технической стороной мы разобрались, и можно приступать. Сегодня мы с вами будем говорить о... Начнем наш разговор о поиске. И справочно-библиографический поиск, и тот поиск информации, который мы ведем в процессе нашей исследовательской, научно-исследовательской работы, при поиске источников к нашим курсовым, дипломным проектам, диссертациям, они, в принципе, не просто очень похожи, а очень похожи. И, как говорил наш библиограф Павел Наумович Берков, справочно-библиографическая работа по существу представляет собой ту же самую научно-исследовательскую библиографическую работу, которую за ученого, в особенности начинающего, ввиду его неумелости или занятости, а иногда и пренебрежение к библиографической части работы выполняет библиотекарь-библиограф. Естественно, что методы приема и принципы поиска трансформируются, но остаются одинаковыми, как для осуществления справочно-библиографической, так и для научно-исследовательской работы. А это значит, что и библиографы, и исследователи, ученые, и исследователь, студент, курсант, дипломник, аспирант, будут использовать их при проведении своих розысков, источников, информации об источниках, составлении списков и так далее. Поэтому в какой-то степени, хоть мы и говорим о библиографии для небиблиографов, поэтому максимально стараюсь все упрощать для того, чтобы не уходить в такие серьезные дебри организации библиографической работы, обслуживания и поиска. Будем стараться говорить максимально просто, так, чтобы это было доступно для студентов. Поэтому в основном я ориентируюсь на контингент, это студенты-учащиеся, либо аспиранты, то есть те, кто не библиограф и не библиографических специальностей. Поэтому специалистов-профессионалов-библиографов прошу извинить за очень, может быть, такой упрощенный подход. Просто я себе такую задачу ставлю, чтобы это было максимально доступно для всех и можно было бы нам обучить своих студентов, своих аспирантов, слушателей, вот самым азам, самым основам, взять какие-то приемы, методы, то, что доступно для всех. И, естественно, методика библиографического поиска, она претерпевает изменения, особенно в связи с развитием информационно-коммуникационных технологий. Тот же Берков выделял три этапа, но это в 60-е годы еще было, и позднее уже выделяли три этапа. Это интуитивный, эвристический и диалектический. И вот четвертый этап, который не просто начался, по-моему, уже бурно развивается, это этап технологический в связи с автоматизацией многих процессов, с внедрением цифровых технологий, электронных каталогов. То есть здесь уже идет совершенно другой этап со своими особенностями, со своими правилами, но методы приема и принципы поиска, они хоть и трансформируются, но все равно то, что существовало и было создано на предыдущих этапах, оно продолжает действовать сейчас, но, естественно, с некими особенностями. И вот одна из тенденций эволюции такого библиографического поиска, библиографической эвристики, который отмечают многие исследователи, это переход от ответа на вопрос, от поиска ответов на вопрос, где искать, к ответу на вопрос, как, как искать. Ну вот парадокс. Вроде бы возможностей у нас достаточно много по сравнению с предыдущими этапами, а вопрос, где искать, все равно возникает. Несмотря на обилие ресурсов, несмотря на обилие сервисов, которые должны были бы упростить нам эту задачу, хоть этот переход и намечен, и осуществляется, но ответ на первый вопрос нам все равно. Приходится к нему обращаться. Поэтому во второй части нашего небольшого цикла про поиск, который будет в 20 числа мая, мы как раз ответы на этот вопрос я вам тоже постараюсь дать. Мы познакомимся с электронными ресурсами и сервисами, с поисковыми системами. То, что помогает нам не заблудиться в море уже не просто печатной информацией, а электронной. Но сегодня мы только кратенько про это поговорим, а больше внимания уделим такой методической терминологической стороне вопросов. Но все-таки от показа некоторых ресурсов, наверное, не удержусь. И к вопросу о терминологии. Прежде чем идти дальше, и в литературе по библиографической евристике мы с этими терминами будем сталкиваться, поэтому очень коротко по ним пройдемся. Библиографический поиск, разыскание, выявление, фактографический поиск – это то, с чем мы чаще всего и сталкиваемся в процессе разыскания источников или информации о них. Но чаще всего нам приходится, работая над своими статьями, теми же курсовыми, дипломными проектами, иметь дело с тематическим поиском, с фактографическим поиском. Поэтому именно его сюда и выделили. Библиографический поиск – это процесс, процесс логический, усиленный интуицией, процесс библиографической деятельности. И интуиция здесь играет очень большую роль. Несмотря на то, что есть такое желание, дайте мне алгоритм, дайте волшебные четыре шага, делай раз, делай два, делай четыре, и будет мне счастье. Счастья не будет, если не будет вот этого добавления. Помимо логики, обязательно должна быть то, что называют библиографической интуицией. Это и опыт, и эмоциональное переживание процесса поиска. Эмоциональный компонент здесь играет значительную роль, обеспечивая возможность отбора релевантной информации на основании имеющихся требований, установок. Естественно, что в библиографическом поиске используются и специальные методы логики. У Гречихина, по-моему, около десяти было выделено. Но в то же время и интуиция играет одну из главных, наверное, ролей. И даже один из методов библиографического поиска, он так и называется, интуитивный. Выбор методов носит такой ситуативный характер, в зависимости от ситуации. И есть возможность, сегодня мы с этими методами кратенько познакомимся, есть возможность любой из этих методов применять к любой информационной среде и конкретным задачам поиска. О, Павел Юрьевич, гордимся вместе с вами. Вам повезло. О, отлично. Так вот, в последнее время в связи с развитием новых технологий и перехода на новый этап технологический, на новый уровень, наверное, поиска технологический, понятия библиографический поиск и информационный, они начинают сливаться. Хотя не всегда может быть это правильно, да, все-таки информационно-библиографический поиск, мне кажется, определение было бы более верным. Они очень тесно взаимосвязаны между собой, они переплетены между собой, различные виды поисков, и про это мы сейчас тоже поговорим. Библиографическое разыскание и библиографическое выявление. Вот это две части библиографического поиска, две составные части. При разыскании, кстати, раньше до 60-х годов вместо библиографический поиск очень часто использовался термин библиографическое разыскание. Поэтому, если будете обращаться к старым изданиям тех лет, не имейте это в виду, что под разысканием подразумевался поиск. Часть научно-исследовательской деятельности это работа в основном с библиографическими описания. Вот разыскание это установление или недостающих элементов, или уточнение ошибок в библиографическом описании, искаженных в запросе. То есть, когда мы работаем над списком источников, то в основном уточняя какие-то данные мы занимаемся именно библиографическим разысканием. А выявление это еще одна разновидность поиска. это подбор, причем исчерпывающий подбор самих документов. Спасибо, Павел Юрьевич. Полезная ссылка в чате, коллеги, берите. И третья составляющая это фактографический поиск. Вот это то, с чем нам очень часто приходится сталкиваться. Это тоже один из видов библиографического поиска. результатом его является уже сама информация. Но помимо самого, самой информации о явлении, событии, факта, здесь мы еще даем ссылку, библиографическую ссылку на источник. на источник этой информации. Поэтому в этом плане фктографический поиск к библиографическому тоже относятся. Вообще, это очень хорошая привычка, когда мы что-то ищем, какие-то факты, примеры, истории для тех же стори-теллингов, для презентации, для своих статей или лекций взять себе за правила, если кто-то этого не делает, а я знаю, что некоторые из моих коллег, например, этого не делают, потом начинается большие проблемы. Сразу ссылочку на источник. Выписали ссылку, выписали ссылку. Вот когда мы это делаем, мы занимаемся фктографическим поиском. И две важные для нас две важные еще характеристики для нас с вами. Это касается релевантности, то, что важно для поиска. Есть два понятия релевантности и пертинентность. Релевантность это соответствие найденных документов требованию, то есть насколько этот документ соответствует теме запроса. По форме, не по содержанию, скорее по форме, упрощенно говоря. А пертинентность ее еще называют прагматической релевантности, вот это уже смысловое соответствие. Насколько содержание найденного документа соответствует нашей информационной потребности. Это уже более уклубленный анализ, когда мы уже знакомимся с самим документом. То есть релевантность это, когда мы составляем список источников и определяем, что этот источник к теме, например, нашего диплома или курсовой работы относится или не относится. а вот прагматическая релевантность это, когда мы смотрим уже на смысловое содержание. Вот эти две характеристики для качественного поиска нам тоже будут важны. И, соответственно, от целей информационного поиска зависит и вид поиска. Целей три, видов тоже три. Либо мы ищем сведения об источнике, либо мы ищем сам источник, либо ищем информацию и факты. Ну и, соответственно, три вида поиска. Библиографический, собственно, библиографический поиск, документальный и фактографический. Здесь важно учитывать, что все они очень тесно между собой взаимосвязаны. Для того, чтобы найти какой-то информационный источник, например, какой-то документ, нам может быть необходимо знать какие-то факты об этом документе, которые его характеризуют и отличают от множества других. И наоборот, чтобы произвести фотографический поиск в какой-то отрасли или практике, сфере деятельности, требуется сначала найти литературные источники документов, в которых могут быть интересующие нас факты, а для этого сначала надо определить круг этих источников. И поэтому фактографический поиск всегда без библиографического документального не существует, не ходит. Есть один очень хороший прием, прием конкретизации целей, вот этих, это три основные большие цели глобальные, которые помогают нам сделать наш поиск более результативным. Конкретизацию лучше всего проводить с использованием критериев. Вот примерно те критерии представлены здесь. при конкретизации целей следует этот ряд критериев учитывать. Это не железобетонная конструкция, говорю сразу, это скорее такой рекомендательный пример, что может выступать этими критериями. Естественно, мы можем их менять, дополнять, изменять, брать не все, либо дописывать свои, в зависимости от того, какой поиск мы проводим. Вот это такая система критериев конкретизации, она может служить своего рода некой моделью поиска для определения необходимых характеристик и особенностей. будет влиять на то, какой и как мы будем поиск проводить и где искать информацию. Цель поиска либо описание уточняющее, либо ищем документ, либо нам нужен какой-то факт явления или события. Предмет поиска. Например, вот здесь приведен в качестве примера, например, поиск тематический, но чаще всего мы его и выбираем по теме курсовой, по теме диплома, здесь может быть выражен какой-то более частный случай, конкретный вопрос, вопрос, либо какой-то персоналия, труды определенного автора, это зависит от цели запроса, что мы ищем. Жанр, вид литературы тоже хорошо бы определять. Будет ли это, нужны ли нам преимущественно печатные издания или периодические, или мы ищем только диссертации, либо это в основном электронные ресурсы, то есть определить жанр, вид литературы, будут ли это только книжные издания, например, только монографии и сборники, или же это будут справочные издания, или же это будут библиографические пособия, то есть что мы ищем, на что ориентироваться во время поиска. Кстати, это вот хорошая такая напоминалка, которую, когда мы ищем, уже занимаемся самим процессом поиска, увлекаемся иногда, хорошо бы ее иметь перед собой. Что я ищу сейчас, на данный момент, чтобы не отвлекаться и не терять время и силы, вот эти критерии, они как раз помогают нам выбрать нужный путь, нужные пути. хронология, метод поиска, один из тех или несколько, или совокупность из тех методов, которые существуют, как я буду искать, и хронология, определяем время, период, за который нам нужна литература, будем ли мы смотреть все, начиная с начала 19 века или за последние 5 лет. Когда пишем курсовые или дипломные работы, диссертационные исследования, там немножко попроще, с хронологией уже рамки определены. Опять же, хорошо бы про это помнить. Будем ли мы выходить за их пределы или нет, опять же, здесь можно отметить. В каком случае? для некоторых работ, например, по истории это бывает просто необходимо, невозможно обойти вниманием труды начала 19 или 20 века. География тоже может быть важным признаком, важным критерием. Будем ли мы брать информационные источники, только изданные в нашей стране? Кстати, вот еще один из критериев, который сюда можно добавить, или иногда его добавляют в географический вот этот охват критерий. Будем ли мы исключать издания, переведенные с иностранных языков или будем их использовать и будем ли мы использовать издания на иностранных языках? Есть ли у нас такая потребность или нет? Полнота поиска. Здесь можно подойти упрощенно, чтобы не выходить на количественные показатели. Для справочной библиографической работой библиографического поиска профессионалов и специалистов это может быть важно для нас, как для пользователей, для студентов это может быть не столь значительным критерием, на который нужно обращать внимание. Здесь можно сделать какие-то пометки, только для себя, будет ли этот поиск сплошным или избирательным, то есть найти как можно больше или всю литературу, все книги или все монографии по данному вопросу, либо выбирать только подойти к этому избирательно книги определенного автора, либо определенного коллектива авторов, либо определенного издательства, то есть определить избирательный, будет ли поиск поиск, или избирательным. Интенсивность поиска. Мы ищем литературу только для одного списка источников, чтобы вставить ее в курсовую и забыть, или мы предполагаем, что в последующих работах мы будем это использовать. Но, кстати, на полноту это тоже может повлиять. Только ли это разовый поиск, либо мы планируем его продолжать. И категория потребителей, с этим критерием. Если мы пишем книгу или статью, то для курсовых дипломных тоже может быть важно, будет ли использоваться научно-популярная литература или нет. То есть это здесь тоже можно отразить. И какую литературу мы будем осуществлять. Поиск какой литературы мы будем осуществлять то ли литература, которая ориентирована на учащихся, то ли это научные источники. Здесь тоже можно этот критерий добавлять, можно обойтись и без него, если такой потребности не существует. Можно добавлять еще дополнительные критерии, вводить свои, но лучше это делать, если мы говорим о такой конкретизации цели, но это заставляет нас уже продумать стратегию, методику ведения поиска на начальном этапе, еще до того, как мы бросились в картотеке и каталоге. Лучше всего это делать совместно. Не каждый студент сам по себе, а вместе с научным руководителем, еще лучше, с библиотекарем или библиографом, для того, чтобы определить, может быть, определить какой-то перечень критериев, необходимых для выполнения поиска максимально эффективного с минимальными затратами усилий и времени для наших студентов. И про методы. Такими методами мы чаще всего применяются в библиографической евристике. Они перечислены здесь. Сплошной и выборочный относятся к основным методам библиографической евристики. и, как говорил Ульянинский, при сплошном методе для осуществления поставленной задачи обследуется сплошь без пропусков все наличие имеющихся источников. Более всего гарантирует успех достижения цели, но при этом и затраты труда и времени здесь огромны. в современной ситуации обилие источников информации этот прием все труднее реализовать даже для рассмотрения узкой темы, для поиска информации по узкой теме. И для фактографического поиска конкретных фактов он очень затруднителен, так как требует чтения огромной массы литературы, и это бессмысленно просто тратить силы и время на изучение источников, которые к вопросу могут не относиться. Выборочный метод отличается охватом. Это та самая избирательность. Но они взаимосвязаны между собой, сплошные и выборочные. Мы можем сначала отобрать необходимый круг источников и уже к нему применять сплошной метод. Либо наоборот, от сплошного перейти к выборочному. Сдобнов рассматривал выборочный метод как запасной парашют, дополнительный к сплошному, и он предлагал такой ход в поиске. Предварительно наметить круг источников, которые не надо изучать, отсечь все лишнее. но если вдруг в процессе поиска по каким-то упоминаниям, указаниям или ссылкам обнаруживается, что это в этой предварительно откинутой части может находиться интересующие нас материалы, то прибегнуть к выборочному методу и исследовать именно эти источники. другие исследователи рекомендуют начинать поиск литературы путем сплошного изучения самых простых библиографических пособий, словарей, энциклопедий и от них переходить уже к источникам. кстати, интуитивно очень часто наши студенты это и делают. Первое, куда бежим, это бежим в Википедию посмотреть и уже оттуда начинаем переходить к исследованию источника. Интуитивный метод нежелательно не абсолютизировать, не умалять его значение, не вводить в разряд абсолюта, но так как поиск это все-таки процесс творческий, то и интуиция здесь тоже играет значительную роль. хотя бы понять по тому списку по тем библиографическим описаниям источников, которые мы получаем например при поиске в электронном каталоге, понять нужно эти источники брать, просматривать, тратить свои силы и время или нет, нужно ли пролистывать все или достаточно по содержанию открыть определенные главы, но здесь интуиция срабатывает, по крайней мере должна срабатывать вот такие конечно это не случайные озарения и случайная удача, все-таки это результат работы нашего разума, нашей логики, нахождения в этом информационном поле поиска, тогда интуиция начинает работать, но без него без нее только одной технологии к сожалению не обойтись, уметь найти нужный для исследования материал и не всегда это возможно с помощью определенных алгоритмов, интуиция здесь важна, поэтому основы творческого мышления для нас необходимы даже на этапе библиографического поиска. Еще один из методов типологический или рецептурный, первым его начал разрабатывать Александр Григорьевич Фомин, вот этот метод основан почему и называется рецептурный на типизации возможных задач информационного поиска, он этим занимался с 29 по 34 год и за это время была разработана такая типологическая схема последовательности просмотра источников и выбора источников определяемых объектом поиска. Он собирал базу запросов государственной публичной библиотеки Салтыкова и Щедрина и на основе этих запросов во-первых преподавая на библиографических курсах он строил свои занятия по практике библиографического поиска и эти же запросы он постепенно нарастающих объем пытался классифицировать типологизировать и находить решения для тех или иных типов запросов то есть такая некая разработка совокупности типовых задач но рецептурный подход это конечно штука хорошая но без интуиции опять же она работать вряд ли будет и еще один из часто встречаемых методов которые мы применяем и с которого в общем-то студентам наверное легче всего начинать это метод поиска по библиографическим ссылкам в процессе информационного поиска вот это наличие ссылок дает нам очень большие возможности во-первых ограничиться источниками по интересующему вопросу если мы изучаем источник по определенной теме то понятно что ссылки будут с этой тематикой связаны и вот это удобный удобный способ поиска когда мы только-только начинаем знакомиться с литературой и набирать вот этот массив литературы и постепенно мы расширяем поле своего информационного поиска переходя от ссылки к ссылке нашли почему я всегда рекомендую студентам внимательно читать если вы знакомитесь например с диссертационными исследованиями посмотрите по каким источникам на какие источники идут ссылки найдите эти источники откройте там будут свои ссылки там есть пристатейная прикнижная библиография если не знаешь с чего начать начни с этого найди хотя бы один источник по интересующему вопросу или по интересующей тематике а дальше либо расширяй либо наоборот сужай свою географию поиска используя вот этот метод библиографических ссылок и ну это наверное самые основные методы которые мы применяем осуществляя свой поиск источников библиографический документальный либо фактографический есть ли но все-таки про алгоритмы и схемы есть ли какие-то подсказки есть ли какие-то схемы поиска да они существуют и умение как говорил тот же Берков пользоваться библиографическими пособиями требует овладения некой техникой которая может выработаться на практике и что это за техника что это за шаги но самая такая известная и самая наверное простая это пошаговая схема тематического поиска разработанная в 80-м году Еленой Владимировной Ениш пошаговая схема тематического библиографического поиска где все поисковые процессы можно представить в самом общем виде кстати последующие схемы попадались мне в различных источниках практически повторяют схему Ениш естественно слова звучат по другому естественно могут быть другие формулировки но практически различий практически нет первый этап это с чего стоит начинать это разработка поискового образа вот те самые критерии конкретизации целей критерий поиска о которых мы с вами выше говорили это вот как раз то что относится к первому этапу вот она выделяла здесь основные четыре вопроса на которые нужно ответить мы можем расширить этот список критериев и таким образом более конкретизировать вот это огромнейшее информационное поле с которым нам предстоит работать составление второй перечень источников составить перечень еще ничего не взяли мы только составляем перечень источников находим их в библиографических пособиях находим их в электронных каталогах и осуществляем библиографический поиск и потом уже порядок просмотра определяем порядок их просмотра что в первую очередь что во вторую то есть такая приоритизация чтобы не тратить время на те источники которые не имеют значения может быть поэтому вот эта полнота выбора избирательности критерий имеет смысл на этапе постановки цели нам указывать и следующий этап третий четвертый это просмотр самих источников здесь мы уже вот как раз наша релевантность на втором и третьем этапе и на четвертом это уже пертинентность проверка соответствия смыслового содержания нашим потребностям и запросу здесь мы оцениваем качество этих источников и соответственно вносим корректировки в наш перечень что-то исключаем а что-то может быть и дополняем в связи с применением например метода поиска по библиографическим ссылкам и последний этап это упорядочение собранного материала ну я бы еще добавила сюда создание системы хранения собранного материала как библиографических описаний так и тех же самых цитат заимствований из различных источников фотографических материалов то есть это все требует создания некой системы хранения особенно сейчас когда мы можем ну большинство работ делать удаленно из дома и собирать ссылки в закладки на страницы сайтов отправлять в закладки копипаст никто не отменял это еще больше упрощает нам работать с источниками но потом возникает та же самая проблема мы уже не можем ничего найти нам приходится разрабатывать свою систему поиска уже в собранном материале поэтому в самом начале хорошо бы продумать вот эту систему хранения информации собранной уже информации с тем чтобы быстро ее находить вносить коррективы и использовать и ну вот в основном алгоритмы поиска с которыми можно столкнуться в рекомендациях в различных на различных ресурсах современных они кстати практически повторяют эти же самые шаги то есть ничего практически нового добавлено не было но есть свои особенности при организации поиска в системе интернет и еще одну вещь я вам хочу показать вещь хорошая которую очень хорошо мы пробовали ее применять с нашими студентами это используя при этом такой инструмент как интеллект карта но для визуализации можно конечно записывать но вот это интеллект карта как схематическое изображение оно работает очень хорошо вот это евристическая методика Фомина которую он применял когда вел библиографические практикумы на высших курсах библиотека ведения еще в 30-е годы он давал студентам разнообразные задания такого и разыскательного характера начиная от простейших кончая сложными и применял кстати про обучение про научение навыкам библиографического поиска вот здесь интересно он применял метод практических кейсов он брал для заданий исключительно и только запросы реальные запросы посетителей государственной публичной библиотеки Сталуткова Щедрина и а вот еще один преподаватель тех же высших курсов банк он для библиографического поиска брал не просто реальные запросы а реальные запросы по которым были получены отказы и просил студентов проверить действительно ли этого источника нет в фондах библиотеки действительно ли обоснован был отказ вот это на самом деле подогревает интерес это создает некий драйв во первых мы работаем с реальными кейсами а не выдуманными во вторых это ну да действительно какой-то драйв а вдруг они ошиблись а вдруг я найду и к сожалению только вот этот опыт использования он упоминается этими авторами в работах и не только ими другими библиографами но детального описания применения вот этой методики обучения не сохранилось потому что ни тот ни другой не вели описание применения этого этих приемов вот к сожалению не осталось по поводу эвристической вот этой эвристической методики по Фомину вот как он ее сам описывает текстом при разыскании и о чем эта схема при разыскании материалов для истории литературы ну он был еще литератором поэтому у него пример связан с историей литературы разыскивая какие-либо сведения о писателе или отдельном литературном произведении прежде всего отталкиваемся от биографических данных время рождения и смерти отправляют к пособию имеется ввиду библиографическое пособие посвященное этой эпохе данное о месте рождения и смерти библиографический словарь местные архивы сведения о том где учился где служил или работал с какими издательствами сотрудничал соответственно отправляет нас к нужным указателям библиографическим указателям архивам архивам статей и так далее то есть к определенному кругу мы определяем уже круг поиска где мы будем осуществлять библиографический поиск о источниках по данным вопросам мы большой вопрос разбиваем на кусочки на маленький делим слона как говорят в тайм-менеджменте и для каждого из этих слонов определяем определенный круг где мы будем осуществлять поиск и вот так вот пошагово мы можем облегчать себе участь намечая пути куда двигаться лучше иметь приблизительную карту чем не иметь вообще никакой и когда например у меня ребята писали курсовые и говорили я не знаю с чего начать где искать конечно для этого очень необходимо просто знать цель задачи своей курсовой работы тему естественно уточнить конкретизировать окончательно и после этого мы уже от такой большой проблемы переходили на поиск частных вопросов которые входят в эту тему а от них уже переходили к источникам ну не документальным а определяли поле поиска поэтому вот этот вот элемент вот этот вот прием можно брать на вооружение когда мы только-только приступаем к поиску вот эта методика Фомина она очень хорошо работает ну и правила библиографического разыскания принадлежащие ему же хорошие рекомендации всегда обращаться к библиографическим пособиям к каталогам то что предназначено для определенного человека и то что ему доступно лицам недостаточно подготовленным предпочитать библиографические указатели снабженные аннотациями вступительными заметками дополнительными рекомендациями критикой библиографические обзоры путеводители вот это то с чего стоит начинать поиск и кстати многие библиографы указывают на то что и тот же Берков и Ульянинский и Фомин и Зобнов что для того чтобы не потонуть в море различных словарей и справочников пособий и прочего научиться ориентироваться в это море и начинать в первую очередь с библиографических указателей а потом уже нырять в дебри информация особенно это сейчас когда интернет нам доступен и море книг море электронных и печатных изданий открыты чтобы чтобы не потерять время и силы там лучше все-таки начинать с библиографии она существует трех видов трех степеней вот библиография второй степени она второй и третьей степени это то с чего библиографы рекомендуют начинать занимающиеся библиографической еврестики начинать свой поиск их меньше их меньше чем библиографии первой степени ну вот примерно кто занимается изданием я здесь вам на слайде привела РКП РНБ и не он вините еще можно привести и вот библиография второй степени это то что для нас доступно во многих вариациях например тот же сайт РКП Российской книжной палаты с которым мы с вами на прошлом вебинаре знакомились издает вот такое пособие которое называется библиографические пособия до 14 года он назывался библиография российской библиографии а еще раньше библиография советской библиографии вот это как раз пример библиографии второй степени здесь не описание источников здесь не это не полнотекстовый естественно указатель это указатель библиографических пособий вот если я не знаю какие библиографические пособия по какой-то, по нужной мне тематике существуют, вот, пожалуйста, библиографические пособия России. Выходит он, по-моему, ежеквартально, поэтому самую свежую информацию здесь можно найти. Что туда входит? Отдельно изданные пособия, текущая библиография, книжные, внутри журнальные списки, различные обзоры, пристательные, при книжной списке и историографические обзоры. Но здесь важно помнить, что есть часть информации, которая в этот указатель не попадает, что сюда точно здесь не учитывается. Если, например, при книжной, при статейной списке насчитывают менее 100 названий, они сюда могут не попасть. И библиографические ссылки в примечаниях, в том числе и в подстрочных, они сюда тоже не попадают, только при статейной, при книжной. Ну и есть еще один ряд ограничений, и на сайте РКП более подробно об этом издании можно узнать, и о том, какие ограничения, чего там можно не найти. Еще один ресурс библиографии второй степени, научно-технический центр «Информорегистр», может быть, знакомый всем. Вот он как раз специализируется, если в РКП это в основном печатные издания, печатные указатели, то здесь специализация именно по электронам. Это каталог российских электронных изданий. Вот в этом каталоге собрано даже несколько цифр, я вам с этого сайта сюда привела. Ну вот смотрите, по состоянию на май они периодически публикуют, обновляют свои данные, почти 53, чуть ли не с половиной электронных изданий по типам и по отраслям. Что сюда входит? Это все электронные издания, которые в этом каталоге можно найти. Доступ простой, без регистрации, спокойно поиск можно осуществлять. Вторая часть, интересная для нас, это новые поступления за последний месяц. Если нас интересует наиболее свежая информация, то вот есть каталог электронных изданий сетевого распространения, то есть это в основном только сетевые издания. Причем все перечисление дано гиперссылками, и сразу можно перейти и посмотреть всю информацию об этом издании. И третья составляющая – это каталог... Да, вот поступлений за последний месяц, вот он здесь у нас за апрель. Да, самая свежая информация, самые свежие поступления, также гиперссылками даны, поэтому, когда встает вопрос, где искать электронные издания, то можно обратиться сюда, вот такой вот полезный ресурсик. Ну и последняя наша часть, сегодняшняя встреча. Очень стараюсь уложиться в час. Академическая привычка, лекция, час тридцать. Пытаюсь перестроиться на все-таки часовой вебинар. Чувствую, что у меня это не получается, поэтому буду стараться. И последняя, последняя часть – это каталоги и картотеки и система справочного библиографического аппарата библиотеки. Почему напоминалка? В принципе, это путь известный и знакомый уж библиотекарям, библиографам и преподавателям-то точно. Скорее, эта часть, то, что я сюда включаю, – это для студентов. То, что можно использовать в качестве такого навигатора для студентов, которые особенно первый раз в жизни пишут курсовую. Второкурсникам я иногда ее скидываю, даже если я не являюсь их научным руководителем, но когда они приходят ко мне с жалобой, что ничего не могу найти, я им эти схемки даю. Краткое описание, из чего состоит система справочного библиографического аппарата библиотеки – это фонды, система каталогов и картотек. Естественно, это не полный вариант. Система картотек в каждой библиотеке будет своя, но то, что чаще всего и обязательные элементы встречаются, вот они и здесь представлены. Естественно, она может и дополняться. По системе каталогов систематический и алфавитно-предметный указатель прямо специально выделила плюсик. Общее место, общая беда, когда мы начинаем бросаться к систематическому каталогу, забывая про АПУ. А студенты и начинающие исследователи очень часто это допускают. И несправедливо игнорируемый очень часто тот самый фонд справочных и библиографических изданий, вот как раз где все эти указатели, о которых мы говорили выше, особенно печатные указатели, они там и живут. Вот это тот отдел, который игнорировать не стоит. И краткая типология библиографических указателей. Они могут быть разные по содержанию, от универсальных до отраслевых. Если нас интересуют какие-то персоналии, есть определенный вид библиографических указателей персональные. Если мы осуществляем тематический поиск, то это тематические указатели. Ну и подспорье для преподавателей, когда мы составляем списки рекомендуемой литературы, для дополнительной литературы, для изучения, можно воспользоваться теми же, например, рекомендательными указателями, что там хорошо, там дается краткий обзор, описание, интересный рассказ об источниках. И на этом тоже можно сократить свои затраты времени и сил, для того, чтобы порекомендовать студентам действительно интересные источники. Ну это минутка паузы. Это мои студенты нашли несколько интересных, необычных указателей, которые вот сюда они вставили. Ну вот про табак, табак, курение. Просто это были студенты отделения социальной работы, и многие из них из этой группы писали работу по работе с наркозависимостями, ну и вот как раз в тему. Очень, говорит, интересную информацию оттуда насобирали для проведения мероприятий в реабилитационных центрах, для каких-то мероприятий в учебных заведениях, а они осуществляют эту деятельность. Ну вот им этот указатель очень много интересного материала подсказал, где искать источники. Это так, для развлечения немножко отвлечься. По времени выхода библиографические указатели, либо ретроспективные, текущие перспективные. Опять же, наш навигатор, опять же, конкретизация цели поиска, где мы определяем время, за какой период нам необходима литература, соответственно, мы будем брать соответствующий указатель. Кстати, интересная вот эта вот ссылочка на сайт. Внизу здесь приведена на слайде из нашей папки ресурсов, скаченная, там она должна быть активной. Я ее проверяла, она вроде была активная. Перспективные указатели раньше издавались в печатном виде, сейчас в основном перспективная библиография, она существует в виде планов издательств в электронном формате. Вот чтобы не искать эти планы издательств по поисковикам, мы специально со студентами вот эту вот ссылочку к себе в закладке добавляли. Она как раз выбраться на страницу, где публикуется перечень издательств, и сразу на страничку их перспективных планов можно переходить. Чем они еще интересны? Там есть возможность в некоторых издательствах уже почитать фрагменты или кусочки из книг, которые только-только еще планируются к выходу, и понять, нужна нам эта литература или нет, закупать, не закупать, включать ее в заявку, либо не включать и следить за ее выходом или нет. Ну, издательство Российской книжной палаты, про них мы на прошлом вебинаре говорили. Опять же, ссылка на официальный сайт здесь есть. Как пользоваться библиографическими указателями? Здесь примерную схему я вам еще раз... В прошлый раз мы просто проходили, работая с рабочего стола, и здесь я вам вот эту подсказочку представляю. Да, но обратите внимание, что в электронных библиографических указателях доступных сайтов РКП здесь нет возможности посмотреть библиографию второй степени. Вот тот самый сборник библиографических указателей, его здесь нет, только книги России, бывшие летописи, вот они здесь представлены в удаленном доступе. Указатель, либо надо на него подписываться, если мы планируем им заниматься постоянно, либо просто спрашивать в справочном библиографическом отделе библиотеки. Ну и как искать, такая визуальная инструкция, как работать внутри указателя, как осуществлять вот тот самый библиографический поиск. Коллеги, просылку увидела, если не идет, поправим, мы в группе, я тогда ее выложу. Может быть, может быть, техника есть техника, хотя вчера у меня открывалась. Просылку услышала. Сделаем. Удобная навигация. Опять же, обратите внимание, разделы УДК. Про УДК мы с вами, у нас был отдельный вебинар, про УББК будет отдельный, предстоит еще один в июне месяце. Вот летописи, они построены на УДК. И, соответственно, когда мы берем информацию из тех же летописей, указателей, еще раз напоминаю, особенно электронные указатели, электронные издания РКП, вот эти вот кнопочки заказать, купить, ставить галочки не надо, просто копипастом берите информацию к себе, с тем, чтобы потом можно было найти ее в каталогах. Что еще хорошо брать, вот то, что в рамочку выделено, индекс УДК и ББК, с тем, чтобы облегчить себе поиск в электронных, либо в ручных каталогах библиотеки, везде по-разному. И обращайте внимание на подчеркнутые вот эти ключевые слова к библиографическим описаниям. Это тоже значительно позволяет нам повысить результативность нашего поиска. Если этот источник подходит нам по тематике, обращаем внимание на ключевые слова. По этим ключевым словам мы можем как раз и составлять запросы, включать их в свои запросы при поиске литературы. Здесь ничего даром не пропадает. Ну и, естественно, наши классификаторы ББК и УДК – это то, на чем строится систематический каталог, систематическая картотека статей, к которым мы обращаемся, когда занимаемся тематическим поиском. И вот здесь без алфавитно-предметного указателя нам просто никуда не обойтись. Это тут та часть, которая незаслуженно игнорируется. Напоминалка про алфавитный каталог. Что можно найти с помощью алфавитного каталога, если мы знаем заглавие и автора. И такие напоминалки тоже отдаю вам в пользование для организации собственного поиска, либо в помощь своим студентам. «Как искать алгоритм поиска в алфавитном каталоге». Вот это как раз-то часть, поисковая часть, которую можно алгоритмизировать, можно выстроить какие-то пошаговые схемы, уже более конкретно. И по алгоритму поиска в АПУ, в алфавитно-предметном указателе. Вот он помогает нам сориентироваться в систематическом каталоге, потому что различные аспекты одной и той же темы или одного и того же явления или вопроса, они могут находиться в совершенно различных частях систематического каталога. И чтобы не метаться между стеллажами, между каталожными вот этими карточками и ящиками, вот АПУ нам как раз в помощь. Например, мы со студентами искали актуальные проблемы усыновления, и вот здесь представлена схема, как различные аспекты этого вопроса в различных живут под разными индексами, что нужно, на что нужно обратить внимание, нужно взять эти индексы и по этим индексам и уже идти к каталожным ящикам в систематический каталог. И там внутри уже ориентироваться по разделителям. Ну и алгоритм поиска в систематическом каталоге алфавитно-предметный – это второй шаг. Второй шаг в нашем поиске. Игнорировать его нельзя, иначе мы там потеряемся. То же самое при поиске в указателях, в индексаторах по УДК. Помните, на прошлом или на позапрошлом, по-моему, встрече мы с вами смотрели индексаторы онлайн, индексаторы УДК, и там тоже были предметные указатели, алфавитно-предметные указатели, вспомогательные, те, которые помогали нам ориентироваться в самой этой классификации. Вот то же самое и здесь, то же самое и в систематическом каталоге. Вот, к сожалению, про АПУ забывают все и напрочь, как только приходят в библиотеку. Поэтому просто призывай не игнорировать этот шаг, чтобы сэкономить свое время и силы. Ну, вот такие вот короткие напоминалки, подсказки и небольшой такой экскурс в теорию библиографической ивристики, небольшую, знакомство с терминологией, наличие методов и теми алгоритмами и схемами поиска, которые существуют, которые применимы на сегодняшний день. Ну, собственно, на этом мы с вами подобрались к завершению, к нашему концу сегодняшней встречи. И практически уложилось в час времени, ну, надо же. И, коллеги, большое спасибо за сегодняшнее участие, за то, что пришли, за участие в сегодняшней встрече, за вопросы, за замечания, отзывы. Ой, ой, ой. И последнее, что презентацию можно скачать. Дарю для общего пользования, для навигации. В следующий раз мы с вами будем уже работать с интернет-источниками, с интернет-ресурсами, как осуществлять поиск с помощью различных поисковиков, электронных каталогов и прочих радостей технологического этапа. Поэтому материал сегодняшней встречи это то, что нам может пригодиться на следующий. По крайней мере, этап... Хорошо бы, если бы вы пришли уже с готовым каким-то запросом и в процессе работы уже знакомство с сервисами-ресурсами попробовали бы осуществить вот тот поиск, который есть у вас реально. Поэтому сегодняшние критерии, они вам в помощь. Попробуйте просто конкретизировать реально существующий запрос ваш или ваших студентов и с тем, чтобы на следующей встрече попробовать с этим поработать уже в среде интернета. Ну а в среде библиографии второй степени либо библиографических указателей библиотек это уже придется сделать вручную самостоятельно. Итак, коллеги, большое спасибо за сегодняшнюю встречу. Так, сейчас я посмотрю, что у нас здесь в вопросах. Есть вопросы. Ага, это про сертификат. Это Павел Юрьевич уже ответил. Ссылка на каталог по электронным изданиям. Милкумова Ася Львовна. А, на информрегистр. Сейчас я вам дам ссылку на информрегистр. Ссылка на презентацию сегодняшнего дня. Ася Львовна, можно скачать всю презентацию наверху справа, там, где у вас разные значки. Есть папочка. Нажимаете по значку «Папка» и увидите, у вас там сидит презентация в формате PDF, ее можно скачать. Можно ли алгоритмы? Конечно, можно, Татьяна Сергеевна. Здесь ничего секретного нет. Сказанием автора. На сами алгоритмы авторство можно не указывать. Это если только на презентацию. Да, что взятое из презентации. Они общеизвестны. Они, в принципе, просто собраны и скомпонованы. Конечно, может, Татьяна Сергеевна. Так, смотрю, что у нас еще в общем чате есть. Так, сейчас ссылочку, ссылочку сейчас на информрегистр закину. На электронные издания. И на следующем встрече про электронные издания я постараюсь вам побольше найти информации, ссылки. тоже все будет. Да, буду дублировать в чат, чтобы у нас не было неприятностей. Павел Петрович. Спасибо, Павел Петрович. Павел Петрович, продолжение будет. Обязательно будет. Да, к сожалению, к сожалению, Павел Петрович согласна. Игнорируется у нас как-то то, что должно быть в принципе у всех. Исследованиями занимаемся все. Но ничего будем исправлять. Но что делать? Будем пропагандировать, исправлять, делать увлекательное в увлекательное для студентов. И через это как-то прививать культуру и библиографического поиска, и библиографии вообще. Светлана Анатольевна. Про ключевые слова. Пелевин из жизни насекомых. Ключевое слово. Биология. Да, да, да. Это знаете, как в журнале пчеловодства статья пчелы в творчестве Льва Толстого. Бывают казусы, да. Вот, кстати, почему сплошной метод поиска не всегда приветствуется, потому что такие казусы возможны. И не всегда еще, кстати, одна из особенностей поиска, одна из трудностей, наверное, библиографического поиска, это то, что не всегда название статьи или книги соответствует ее содержанию, либо тем фактам, которые нам нужны и в ней находятся, но название совершенно про другое. Именно поэтому очень хорошо обращать внимание на аннотации и очень хорошо обращать внимание на ключевые слова. И вот здесь вот как раз интуиция тоже играет свою роль. Стоит открывать этот сайт или нет? Стоит листать или читать эту книгу или нет? Может здесь быть что-то полезное? Или нет? Так, про ссылки. Про ссылки. Значит, ссылка, обещанная ссылка на информрегистр. Даю ссылку на главную страницу. Вот она. Это информрегистр. Это вот как раз те самые электронные, указатели электронных изданий. Ссылки. Самые новые поступления. Ссылку дала. Ссылкой на перспективную библиографию посмотрю, чтобы сейчас никого не задерживать. Выложу ее в нашу группу. Это, напоминаю, у нас есть группа. Давно там, правда, каюсь, каюсь. В связи с аккредитацией вуза не до всего доходят руки. В последок комната сказала достаточно, пора заканчивать. Ссылку на нашу группу кидаю. Я еще здесь, коллеги. Уточненную ссылку на перспективную библиографию я выложу сюда. И на следующую встречу я ее тогда тоже проверю и вам дам. Ну что ж, коллеги, на этом мы заканчиваем. Уже окончательно и точно. Всем большое спасибо за сегодняшнее участие. Готовимся к следующим вебинарам. Будем рады вас видеть на наших встречах. И последнее, завершающее слово передаю Павлу Юрьевичу. Всем большое спасибо. Всем большое спасибо. Уважаемые коллеги, уважаемые участники сегодняшнего вебинара. Разрешите вас поблагодарить за активное участие. Татьяну, как всегда, поблагодарить за замечательный вебинар. Напоминаю, что записи вебинаров вы сможете посмотреть на нашем видеоканале в Ютьюбе. В течение непродолжительного времени, через несколько дней, запись вебинара появится на нашем видеоканале. Так что вы сможете ознакомиться с ним, а также с записями всех предыдущих вебинаров. Всего вам хорошего. Встретимся теперь уже на следующей неделе. Следующая неделя у нас полная. И на ней будет три вебинара. Всего хорошего. Встретимся.